Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну и что-то такое выводит на экранчик Много ДимаTorzok ДимаTorzok Все просто ДимаTorzok 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 Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо нас был шелл скрипт бенши 41 да он должен был запустить процесс 42 экзек в е где-то тут ну-ка а вот уклон сделал вот потом запустит экзек в е вместо себя ну короче много всяких упражнений потом значит вот он этот дэйт закончился да вот он нам сходил выдал нашу дату дэйт закончился мы вернулись к процессу 841 он сейчас будет запускать лс он поставил лс нашел лс сейчас он запустит ну короче вот давайте фильтруем фильтруем это уберем по фильтруем здесь что-нибудь типа минус егзек ли вот пожалуйста мы нет минус фы еще забыл минус фу вот вот пожалуйста значит запустили о запустили из под о дэйт запустили из под о лс выше фильтрации вот фильтрация и минус фу и минус о еще выдачу файл потому что как видите объем того что выдает стресс довольно велик и без предварительных науков ориентироваться в этом тяжело вот ну там много всякого можно туда на навешать например мы можем заставлять его выводить стек вызовов каждый раз при выводе также когда на 30 когда у вас происходит какая-то ошибка да что-нибудь такое сейчас давайте стресс дэйт да вот чем мы хотим мы хотим а он по моему никуда не ходит мудаться то не нужно знать он к ней так ходит а он сходил какие-то цикла call time там его не нашел да кажется он сказал of a stat ему был достаточно оттуда вынуть данные но давайте мы тогда вот так и оставим стресс минус и стат дэйт а только не встата new и фастат а стат это он значит разный файл там пытался открыть вот что мы можем к этому присобачить давайте расскажем ему чтобы он еще стек трейс выдавал каждый раз когда вызывается new и фастат смотрите биндейт вызвала какую-то функцию из липси который в свою очередь вызвала еще что-то и вот такой выбор выбор стак вверх стартрейс да что можно еще ему сказать можно ему сказать чтобы он больше информации выводил вас теперь он нам выводит не только самов стат но все его все его параметры можно ему сказать чтобы он выводил допустим минус с 1024 чтобы он выводил вот смотрите он-то отсюда что-то читает да немножко немножко читает а можно его заставить чтобы он показывал большой кусок того что он читает минус с по килобайту а вот видите это он что пошел а то он пошел куда-то в лепси и загружает липси нам кусочек липси показал килобайт 1 килобайт липси вот то есть вербозить а того что мы выводим на экран тоже управляем уже сейчас надо понимать насколько этот инструмент хиви хитрый и многофункциональной да мы можем посмотреть что происходит в нашей программе когда она ходит куда-то в библиотечные вызовы на самом деле в системные вызовы 0 и сишные вызовы вот и выдает всю информацию которую нужно не занимаясь отладкой не под не проходя это под атланчиком потому что под атланчиком конечно все пройти можно но иногда бывает полезно просто задамбить всю информацию которая есть и по ней немножко погребать там глазками или лучше гребать не глазками гребать лучше гребом короче говоря не интерактивно а примут вывали все на файлы в этом файле порыться я забыл сказать в прошлый раз как раз скажу в этот что в принципе можно отлаживать уже запущенный процесс то есть не вот так вот говорить пожалуйста запусти команду дэйт или там слив и отлать и вот вот она 10 секунд живет в на 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 слипе в который которому сказали что 10 секунд ему надо ждать видите tv сек 10 это как раз системный вызов вот она его подождала и вернулась кстати а как избавиться от этого и на это в количестве ща минус я с акцессу с минус z вот это вот он открыл все библиотеки нужны и дальше он должен был сходить к а вот вот он сходил к на на слип он из него вышел вот 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 видите только тебе эти которую нашел открыл ну тут еще ведь в большом количестве локали потому что локали так вот я забыл сказать что как gdb так и стресс можно обрабатывать уже запущенный процесс если сказать ему пид того процесс который вы хотите построить или поотлаживать с этим есть некоторая проблема давайте попробуем это сделать вот мы запустили слив ну допустим 20 вот он висит процесс попытаемся его отладить gdb gdb минус п пид 20 видите вот эту штуку операции не позволено тот самый по трейс с помощью которого все это происходит почему-то не работает та же самая та же самая фигня с и стрессом вот минус п 8132 та же самая фигня с стрессом не работает мы не можем присоединиться к нашему же процессу дело в том что лет 15 назад ну может быть там 13 ну где-то так было рассказано про то как чисто теоретически можно осуществить атаку на оставляя под собой процессы которые выполняют ну как бы с помощью патрейсов хакивая в них какие-то дополнительные сущности и есть несколько служб в которых даже несмотря то что они от вашего имени запускаются можно что-то такое проделать задним числом чтобы потом когда значит они выполняют какие-то действия строго регламентированные они выполняют какие-то другие есть знатата на нссх короче говоря есть такая фигня называется проц сис кернил яма вот и в ней есть патрейс коп значит что такое проц проц это виртуальная файловая система в которой в виде каталогов и файлов в них представлены на самом деле все запущенные процессы и еще немножко свойства ядра вот мы с вами резим как раз свойства ядра то есть фактически никакого файла нету такого вот он даже по нулевой длины будет видите вот файл такого нету но если на него сходить к нему по чтению то она вылезет вполне себе символьная единичка вот так устроен вообще весь процесс файлов нету но когда мы к ним ходим у них внезапно оказываются какие-то значения удобная штука жалко что нам нету время долго под ней разговаривать в данном случае мы если сходить по вот этой ссылочке единица означает restricted pet race процесс давайте погромче сделаем процесс body falls that only descendants то есть если мы сами запустили этот процесс на это наш чайл тогда мы можем вот трейсить или годы бажить а если нет то нет эту штуку можно выключить правда для этого требует супер пользователь для этого нужно сказать что-то типа вот так вот 0 записать в эту и в эту яму то вот и тогда все будет работать 82 59 чё 58 это был не тот процесс не успеваю о успел видите он к нему придебажился и он сидит как раз на этом самом сисколе вот так что вот 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 такая картина по трейс вот этим механизмом на самом деле пользуется огромное число всевозможных отладочных утилит и штуковину в этом вашем линуксе потому что он ну в общем позволяет делать очень многое а фича которая который мы воспользуемся в домашнем задании поэтому она важная которая появилась стрессе ну так относительно недавно несколько лет назад эта фича которая позволяет вмешиваться в происхождение в прохождении вашей программы фактически как если бы под отладчиком меняли меняли какие-то переменные прямо внутри это можно сделать тех кто из вас кто осваивал отладчик выше того чтобы в домашнем задании видел что можно взять подмет подменить например возвращаемые значения помимо того что вы можете с помощью стресса дампить содержимое вредок не содержимое а поток системков вы можете также влиять на их работу вот на этот счет есть прекрасный доклад вот от дмитрий левина на на нашей конференции до автора всего этого безобразия но точнее он был ментором google summer of code который разрабатывал все это безобразие но я думаю что он тоже к этому руку сильно приложил вот слайдики которые все это поясняют вот это какой год 16 вот вообще очень рекомендую доклады дмитрий левина на этой конференции там вот если сходить по ссылочке есть еще вот где все это довольно аккуратненько объясняется главное более обстоятельно чем то что смогу сделать я на этой лекции но тем не менее посмотреть на простые примеры мы конечно можем допустим давайте мы на самом деле я наверное лучше его сам создам допустим у нас есть какой-нибудь пример сейчас давайте посмотрим а вот документация по гидлайн по есть такая функция гидлайн очень удобная которым можно пользоваться вместо в gets который умеет например заводить память сама вот за вас правда и фрит потом надо эту память но в общем не важно важно то что она работает работает хорошо вот документация по этому гидлайну это кому эта программа можно прям скопипастить смотрите прямо скопипастить сюда вот вас и взять ее и запустить вот да вот давайте прям так и сделаем 0 минус g для красоты да минус о что она делает а и нужно файл висы шаре ч а висы шаре дикт ворс вот кстати об этом файле он тоже по умолчанию может не стоять в вашем дистрибутиве это все в пакете ворс лежит вот вот что она делает давайте еще раз посмотрим на программу это пример повторяю из документации по гидлайну она проверяет количество параметров она проверяет открылся ли файл видите если фопан зафопнился хорошо если нет выше у нас фопан вот она читает все что возвращает ему гидлайн из этого файла дальше она закрывает а освобождает этот самый лайн и дальше она закрывает файл и выходит все вроде хорошо вот и в такой программе ничего не может пойти не так но и это нас кстати сказать этот разговор связывают с будущим темой тестирования которая у нас будет в ближайшее время что в этом коде может пойти не так я вижу как минимум три операции результат работы которых в этом в этой программе не проверяется точнее проверяется недостаточно хорошо либо не проверяется вовсе и free в клоуз не проверяется вообще вот другое дело что от free бессмысленно проверять результат а вот от вклоз можно и проверить вдруг файл не закрылся вот но не это не это никак не может повлиять на работу программы а вот гидлайн а внезапно может не вернуть очередную строку давайте посмотрим мангитлайн да ритюрн вэлью гидлайн устроен таким образом что он возвращает минус единицу и в случае файл и в случае ендов файл то есть вот это вот эта программа она просто прекратит выводить строчки если гидлайн вернет минус единицу невзирая на то какая была ошибка было бы неплохо конечно же проверить ерно да вот написать сюда что-нибудь типа первых да не птера пера пера вот я не уверен что пера есть где-то в ближайшем доступе ну давайте посмотрим ну да о и где-то ссс ну кстати 2 . лишний внимание вопрос как проверить как поведет наша программа себя в случае если этот гидлайн вернил вернул минус единицу но ошибка другая ну а по со всей очевидностью она просто выйдет тут же нигде соответственно проверять ничего не будет просто тут же выйдет но напишет их зитит там что-то другое но внимание вопрос как сделать так чтобы гидлайн вернул ошибку ее надо туда подсунуть и и вот здесь мы воспользуемся как раз свойством воспользуемся свойством нашего стресса подсовывать значение системного вызова стресс может не только показывать все что происходит но и модифицировать делать делается это так у меня тут где-то строчка есть а сейчас я ее вот она страшная строчка сейчас я ее распарсю сам давайте что ли сначала потренируемся на кошечках на кошечках мы будем тренироваться так то у нас есть дэйт давайте его по стрессе и этот дэйт дэйт у него есть много всяких мапов нет дэйт наверное не самая интересная штука потому что у нее есть только в райт чтобы такой чтобы такое взять чтобы он прям до а о слип же вот вот он дергает на слип он дергается на на слип какой-нибудь вот так давайте здесь делаем одну здесь делаем минус е на 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 слип клок на на слип вот шикарно чтобы потренироваться на собачках давайте скажем так минус е фолт за фолтим этот самый вон вы вызов вызов на на слип дыдыщ что происходит ему возвращается ошибка по умолчанию е на сис означает нет такого сискова вы вызвали нереализованный сисков можно ему вернуть какой-нибудь другой другую другую диагностику что там ера равняется двоеточие ер равняется ну скажем я первым внезапно так делать нельзя говорит опции не позволим то есть ну короче другой тип ошибки фактически мы запустили нашу программу и сказали ей она программа вот вызовешь этот сисков у тебя там ошибка будет такая-то вот то же самое с нашим с нашим примером из гитлина можно ему сказать так стрейс гитлин минус е давайте сначала просто из стрейс вот у нас много-много в райтов это в рай то на экран она выводит на экран то с 1 рит читаем целый блок и посрочно в райд 1 рит посрочно в райд 1 рит посрочно в райд а может и не посрочно 496 тоже по килобайт почему тогда рит 1 рай то 3 не знаю но неважно хорошо значит что мы хотели мы хотели сказать мы хотели потестить нашу программу как она себя поведет в случае если Ну да, то есть, во-первых, минус e-read. Вот. Как наша программа поведет себя в случае, если этот read внезапно вернется с ошибкой? Ну, тем же e-1. Ну, давайте его и минус e-fold. Минус e-fold. О, да, подглядывать. Равняется rig. Error. Равняется e-1. Единственное, что надо убрать перенаправление. Не вижу. А, смотрите, она свалилась сразу на первом же... Смотрите, мы неправильно сделали пока что эту команду, потому что, видите, она свалилась на первом же попытке загрузить библиотеку. Мы заинжектили ошибку eperm на системный визофрид, но системный визофрид первый раз был применен, когда мы загружали липси. Черт. Значит, нужно нам уменьшить объем того, что мы делаем. Нужно указать, какой конкретно файл мы фильтруем. Усер шари дикт, шари дикт ворс. Давайте, только это, значит, редлинк отвалился, а нам нужен не редлинк, а что же там, линукс ворс. Сейчас, давайте посмотрим. Что там лежит? Да, ворс это редлинк на линукс ворс, поэтому давайте вот так. О, шикарно! Первый же рит отвалился. Но первый же рит, это неинтересно. Интереснее бывает, чтобы программа немножко поработала, а потом у нее внезапно произошел этот вызов. Ну, потому что часто бывает так, что люди проверяют, файл открылся, а открылся. Ну, и давай читать. Это тоже делается, скажем, когда, скажем, на пятом вызове. Обратите внимание, что она прочитала довольно много, успела прочитать довольно много, потому что каждый рит считывает по 4 килобайта. Видите, первый рит прошел. Второй рит прошел. Третий рит прошел. Четвертый рит прошел. Пятый рит обвалился. Вот. Такая вот волшебная штука. Который можно с большим удовольствием пользоваться. И по чести сказать, я, если что-то идет не так с какой-нибудь программой, с каким-нибудь в составе, например, пакета, который я отлаживаю. Или который я не отлаживаю, но выясняется, что его таки да, надо отлазить. Вот. Если что-то идет не так с программой, я первым делом запускаю именно стрейс. Не ГДБ. Вот. Более того, даже если, например, я просто... Довольно типичный пример. Вот есть программа, которая где-то хранит конфиги. Где-то. Программа, храняешь конфиги где-то. Лезешь в документацию, не написано. Или написано какая-то чушь. Или написано одно, а в действительности там ничего нет, а она где-то их хранит. Как узнать, где эта программа хранит конфиги? Да очень просто. Давайте запустим. Вот я на лекциях по Python использую по Python. Правда... Че, нету ptp... А, это LinuxPract. Вот, ptp. Он хранит раскраску свою. Я ее даже поменял, эту раскраску. Вот. Хранит ее в конфиге. Слава богу, в документации где-то написано, где это место лежит. Но люди разные бывают. Иногда это написано явно, иногда не явно, иногда совсем не явно. Мы можем сделать так. Strace. Минус E-файл. Файл это общий такой шапочный фильтр на все системные вызовы, которые работают с файлами. Минус Foo на всякий случай. Напоминаю, Foo это совокупный ключ. Это минус F и минус OO. O это будет лог нашего стрейса. Вот. Я просто очень люблю свое читание. Фу. Вот. ptpython. Вот мы его запустили. Вот он, видите, как долго запускался. Это он все стрейсился. Ну, давайте отсюда выйдем. И теперь давайте посмотрим, где в домашнем каталоге этот самый ptpython что-нибудь у меня искал. Много. Много, много, много. А вот и он, смотрите. Он статил вот этот файл. Кстати, этот стат его удовлетворил. То есть этот файл есть. Я этот конфиг ему уже подсовывал. Вот. Но тем не менее. Он его по статил. Если бы его не было, он бы сначала туда полез, сказал бы, что его нет. Вот. Точно так же, как вот, видите, он сначала статит, а потом опенит. Вот он его по статил, а потом уже поопенил. Вот. То есть он сначала узнал, что файл есть, а потом его открыл, прочел и, значит, заживал. Типичный пример использования стрейса. Чтобы разобраться, куда лезет программа, когда вам кажется, что она никуда не лезет. Лезет ли она в сеть или еще что-нибудь такое. Или она висит, что-то делает непонятное. Вы ее стрейс минус пэй и смотрите, что и надо такое делать. Вот. Вот тут есть две статейки. Это, собственно, ман по стрейсу. И парочка статей на хабре на эту систему. Но статьи на хабре, они от человека, который использует стрейс в бою. А вот доклады Дмитрия Левина, это человек, который принимает самое активное участие в разработке этой штуки. То есть, фактически, ну, боюсь соврать, но чуть ли не главный разработчик. Надо посмотреть на гитхабчике, какой там у кого вклад. Значит, такая вот штука. Это что касается трассировки с помощью стрейс. Есть очень похожая утилита, которая называется L-трейс, library trace. Кстати, она у нас есть. Есть. А, это у меня она есть. А есть она у нас на праке. Нет у нас ее на праке. Давайте мы ее поставим. Да, вернись, я все прощу. У меня рутовые терминалы убегают на другой виртуальной экран. Вот. L-трейс пользуется другим механизмом, про который мы сейчас проговорим. Механизмом трассировки, подгрузки библиотек, лдсо. Вот. И позволяет трассировать уже не системные вызовы и не их обертки в липси, а вообще вызовы произвольных библиотек. Да? То есть, допустим, все тот же слеп, если по L-трейсить, L-трейс, слеп. Вот. Что мы увидим? Мы увидим, как Shell разбирает путь до этого самого L-трейса, до слепа. Потом мы запустим сам слип. Он полезет в локаль. Вот. Сходит к локали и выдаст нам, на самом деле, диагностику, потому что слип нельзя запускать без параметров. Да? А вот теперь вот, пожалуйста, вот. Что? Сходил к локали, поговорил с локалью, сходил к библиотеке липси, взял оттуда getopt, чтобы обработать опции. Вот. Сходил к библиотеке липси, дернул функцию nano-sleep. Функцию nano-sleep не системный вызов. Помните, как он там назывался? Что-то такое nano-sleep, чего-то куда-то. Вот. Сходил к файлу, сходил... Ну, короче, подергал библиотеки. Если у нас библиотеки... Можно в L-трейсе указать, например, ограничение на то, какие библиотеки открывать, какие не открывать. Ну, в общем, утилита, инструмент похожий на s-trace, только пользующийся перехватом именно момента вызова функции одной библиотеки и с другой. Вот. Иногда бывает удобно. Вот этот пример я скопипастил с прошлого года. Я, убей бог, не помню, зачем здесь i умножить на 2 плюс 1. Правда. Возможно, в прошлом году мы его еще дебажили под gdb и смотрели, как вот это вычисляется. Но поскольку я его скопипастил, мне лень писать новый пример. Давайте напишем этот. Хотя, в принципе, совершенно не важно, как мы это сделаем. Вот. Давайте напишем новый. Что уж там. Зачем нам себя... Кстати, да, Александр заметил, что было видно, что проверяют евро. Это правда. Вот. Давайте напишем простейшую программу, которая единственное, что делает, это ходит к датчику случайных чисел. Рандом использует. Да, значит, вот что там ему нужно. stdlib какой-нибудь. int e for e in range. Какой? Фу, господи, питон. Здравствуй, питон. Ага. for e равняется нулю. И меньше. Ничего лишнего проверять не будем. Прям вот напишем очень такую некрасивую в сишном плане программу, в которой нет никаких проверок, ничего на ошибку. Потому что наш разговор сейчас пойдет про другую. Вот. rgv первая. rgv и плюс плюс. И дальше print. Print. Что там? rand. Да. %f. Vslash n. rand. Ну, давайте, что ли, ради приличия еще сделаем вот так. А то и, а то и в тдлибе лежать. Хорошо. Вот. h rand. А что у нас с рандом не так? А! rand он целочисленный. Окей. rand у нас целочисленный. Вот, так лучше. Еще минус жерстко. Так, на всякий случай. Во. Пожалуйста, 12 случайных чисел нам пишет функция random. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что мы в ней не использовали set random. random, то есть не инициализировали движок random, и последовательность всегда одна и та же. Вот. Ну, в данном случае совершенно не важно. Важно то, что мы пишем 12 случайных чисел. Давайте мы начнем с конца. Мы уже несколько раз использовали с вами такую штуку, которая называется ldd. ldd позволяет, где-то у нас там были упражнения с компиляцией с другими библиотеками, не только с липсиной, например, с epcre, помните? Позволяет динамически посмотреть, какие библиотеки, из какого места будут взяты, когда вы загружаете программу. Кстати, давайте попробуем. Так, где-то было сейчас. Во! pcre demo. Вот она. В прошлый раз она была. Вот. Видите? Библиотека pcre demo, вернее, программа pcre demo зависит еще от всяких других библиотек, не только от lepsi, но еще, например, от pcre 2.8. Вот. Как эта штука работает? На самом деле она работает точно так же, как и все остальное. Она трейсит этот самый вызов. Она выставляет специальную переменную, которая называется... Сейчас скажу, где. Вот она. Специальную переменную, которая называется ldd... Вот. Или ldd debug, я уже не помню, какую из них. В общем, выставляет какую-то из этих переменных... в значение какое-то иное. А, кстати, давайте попробуем. Давайте попробуем просто запустить. Вот. Например, вот так. Вот. ldd debug равняется... О! Да? Значит, наш ldso, загрузчик бинарников, умеет очень много всего делать. Например, он умеет выводить вот практически ltrace, да? Он рассказывал, как он загружал... Он рассказывал, как он загружал все библиотеки. Вот. Потом он запустил программу. И потом он ее говорит, ну все, я все загрузил, давайте теперь сами работайте. И программа отработает. Вот. Так вот, примерно это же выставляется, только сама программа не запускается. Вот так работает ldd. ldd всего лишь навсего трейсит все, что произошло, только потом ничего не запускает. Вот. Значит, и этим же самым механизмом мы можем этому самому ldso, загрузчику бинарников, который у нас по умолчанию запускает нашу программу. А он, кстати, всегда есть. Смотрите. Вот он. Вот он, ldso. Про это я не помню, что это такое брать не было. Вот это ldso, загрузчик. Этому загрузчику, как говорит нам manldso, можно сказать более хитрые переменные. Например, им можно передать переменную ldlibrepath, в результате чего библиотеки будут искаться не там, где они ищутся по умолчанию, а, например, в текущем каталоге. Мы, кажется, это тоже пробовали в прошлый раз, когда собирали многофайловую сборку. Мы перегружали ldlibrepath и говорили, знаешь чего, вот ищи прямо тут эту сошку, и тогда мы ее найдем. Давайте я это тоже покажу на всякий случай, а то вдруг что-то было не так. Это не здесь. И это не здесь, а вот здесь это было. Во! Да? Значит... О! Видите вот эту фигню? Почему такое? Потому что в стандартных каталогах slashlib64 и slash usrlib54 ldso не нашло в библиотеке LeBout, и поэтому мы должны сказать ему ldlibrepath... ой! Должны ему сказать ldlibrepath равняется текущий каталог. Кстати, кажется, вот так работать не будет. Будет. После чего он охотит и даже запускается. То есть если мы вот так запускаем прок, он не работает. А вот так вот запускаем прок, он работает. Возвращаемся к нашему... К нашим баранам. Кстати, мы не сделали... Вот этот каталог... Ну ладно, потом туда все скопируем. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас воспользуемся еще одним свойством, которое называется ldprelot. ldprelot это возможность загрузить в память библиотеку до того, как будут загружены все остальные. Казалось бы, ну какая разница? Загрузил сначала, загрузил в конце. А нет, разница есть. Значит, смотрите. Мы сначала проделаем некоторый эксперимент, а потом с этим экспериментом будет объяснение фокуса. Напишем свою функцию, которая называется rand. Вот эту функцию rand напишем сами. Она у нас int. У нее нету параметров. Да, у нее нету параметров, она воет. И стыда ей тоже не нужен. И стыда ей тоже не нужен. И возвращает она 42. То есть, если бы мы вот этот код сейчас скопировали вот сюда, то после некоторых ругательств относительно того, что у нас rand есть стандартная, вы его тут перегрузили и все такое, у нас бы вместо рандома было бы 42. Но мы это можем сделать прямо сейчас. Давайте скомпилируем эту функцию. Файл, содержащий эту функцию, в библиотеку. Ну, неважно. URA.SO Сатик, не сатик, а шарит. Во! А, он не статический, ему, так сказать... Что там таблица? Ух, я только UJDAMP-ом помню, как пользоваться. Ну, ладно. UJDAMP-T, URA.SO Вот. Вот у нас есть определенная нами функция rand в этой библиотеке. Сейчас мы сначала подгрузим в память библиотеку URA, а потом запустим нашу программу, которая печатает, выводит случайные числа, вот эту вот самую rando. Да? ld-прилот равняется точка слэш URA. Кстати, не факт, что заработает, сейчас проверим. URA.SO Ну и rando 12. О! Как это работает? Ну, очевидно, на самом деле, как это работает. К тому моменту, когда rando находится в памяти, когда rando загружается в память, в этой памяти уже находится символ rand. rando, поэтому, когда мы загружаем оставшиеся символы из библиотеки Lipsy, а rando находится в Lipsy настоящий, мы, разумеется, этот rando не трогаем, он был первый, он, как бы, загородил тот, который был в Lipsy, и шикарно, мы им пользуемся, и мы его вызываем, он по интерфейсам подходит, он вводит и возвращает int, так же, как обычный rando вводит и возвращает int. Вот. Получаем такую штуку. Можете себе представить объем всякой гибкости, которую можно получить, вот так вот, при лоуде в память, всякие интересные вещи вместо стандартных. Можете также себе представить, какое количество взломов таким способом можно произвести. Вот. Правда, во всех приличных дистрибутивах, если процесс получает какие-то дополнительные права, например, он сетгидный, сетуидный, сеткапный, неважно, то LD-прилот, LD-лайбрипас на него не распространяются, просто не работают. То есть, у нас пинг есть какой-нибудь? Пинг есть. Да, вот. Обратите внимание, что он... Вот. Обратите внимание, что он сетгидный в нашем случае. В многих дистрибутивах он, кстати, сеткапный. Там просто кап нет админ, кажется, у него включен. Но неважно, да? Вот эту программу нельзя обмануть, ей нельзя подсунуть LD-прилотом что-нибудь. Вот. Он же наверняка использует... Ну-ка. Его даже застрейсить, по-моему, нельзя не из-под рута. Извините. Нам не дадут это делать. О! Видите? Не дали. Точнее, все хуже. Нам дадут это делать, только нам никаких привилегий не набросят. Когда мы запускаем это дело под стрейсом или под чем-то еще, нам... Вот. Ну, и LD-прилот тоже не дадут сделать. Вот. Как видите... Ну, то есть, мы не видим, надо было там принт поставить. Но, в общем, поверьте мне, что никого LD-прилота не произошло. Нет доказательств, к сожалению. Ладно. Вот такая вот загогулина, позволяющая нам подсовывать в память символы, которые, по идее, должны были приехать с одной из библиотек, с которыми скомпилирован наш бинарник, но нет. Давайте сходим по ссылочке и почитаем одну волшебную вещь. Смотрите. Сейчас мы перебили рандом вообще. Вместо одного рандома вызвался другой. Проблема состоит в том, что нам частенько хочется... Где-то здесь был пример неправильный, и я хочу этот неправильный пример показать. Значит, не здесь. Значит, он был вот здесь. А, вот. Значит, иногда нам хочется сделать по-другому. Нам хочется перегрузить нашу функцию. Что-то такое сделать, вот как здесь написано, да? Вот. А потом вызвать настоящую функцию. Ну, например, пошпионить за человеком, который вызывает функцию open. Да, например, то-то сделать, пособирать какую-то статистику. Или проверить, что он там такое open, и если он open что-то не то, в нашем лд-прелоде его послать, или вместо этого заопенить что-нибудь другое. Ну, в общем, не окончательно изменить поведение этого самого функции open, а его, так сказать, подкорректировать. Вот этот код, который здесь написан, он нерабочий. Почему? Потому что вот этот open вызовет вот этот open. И это будет рекурсивный вызов, который сожрет всю память и вывалится по переполнению стека. Нам нужно откуда-то взять старую функцию open, чтобы действовать, так сказать, сообразно правилам. Откуда ее взять? И это, в общем, несколько непростой трюк, хотя и вполне себе умомпостижимый. Нам нужно сходить к специальному интерфейсу библиотеки Lipsy, который называется DL-SIM, и сказать, слушай, тут есть функция open, дай мне предыдущую, ну, в терминах DL-SIM, следующую, то есть более глубоко лежащую. И дальше ее вызвать. Единственное, что тут, как бы, немножко требует пояснения, это вот это вот место, вот это место, где мы объявляем специальный тип для новой функции, который дублирует тип нашей функции. Но чтобы не писать всю вот эту фигню, чтобы можно было эту функцию прям вот один раз закастить, дело в том, что DL-SIM нам выброс, выдаст просто адрес в памяти. Этот адрес в памяти, который нам надо дернуть, надо закастить к типу той функции, которую мы собираемся вызвать. Тут она непростая. В нашем случае, она, думаю, будет попроще. Давайте мы попробуем с этим справиться. Что мы хотим с рандомом? Наверное, мы хотим вот что сделать. Мы хотим вызвать настоящий рандом. Если число четное, вернуть 42, а если нечетное, то вернуть настоящий рандом. Хорошая идея. Хорошая. Что для этого нужно сделать? Давайте скопипастим отсюда вот этот... Короче, сходим к DL-SIM. Так. Мне кажется, что typeDef нам не нужен, потому что у нас int вводит. Ну, или давайте сделаем, что ли, typeDef прямо отсюда, что? Int. Дальше название типа. И дальше возвращаемое значение. У нас там в данном случае void. int. RunType, например. Вводит. Че? Там точка запятая в конце, что ли? Не должна быть. А, должна быть. Это тут я отступил. Во. Окей. Вызовем наш настоящий... Настоящий ранд. ARIG. Ну, то есть... R&D. Хорошо. RAND. RAND. Ну, неважно. True E RAND. Только его надо определить, этот True E RAND. Как-то так его надо определить. Правильно я понимаю? Да. И этот True E RAND равняется... Вот. Скастим его из DLC. И здесь сделаем RAND. Я надеюсь, что эта функция именно RAND. Так. Что тебе не нравится? Enter RTL D Next undeclarate. Хотя странно. Должна быть. Может ему Gnus Source надо еще включить? Давайте включим Gnus Source. Я забыл это сделать. Да. Без Gnus Source она, видимо, так не делает. Потому что речь идет именно о структуре Gnus C библиотеки. Во. IF True E RAND Только не так, а вот так. True E RAND Процент 2 Нет, еще INT. INT I R R равняется True E RAND А, True E RAND Господи, прости. Так. True E RAND Тык. IF R% 2 А, можно так сразу написать. Зачем нам IF писать? R% 2 R или 42. Во. Да, 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 да. Я Gnus Source забыл. Совершенно справедливо тут. Вот Александр явно в теме. Он подсказывает всякие правильные вещи. Но я, видимо, сам успеваю. Так. Давайте думать. Вроде бы, вроде бы мы справились с нашей задачей. Давайте попробуем это сделать. Да не принк. Yes Да То есть смотрите что мы сделали Мы не просто перебили нашу библиотеку Нашу библиотечную функцию своей Мы еще и разобрались с тем Где лежит настоящая библиотечная функция в памяти Спросили у DLT И вызвали ее Эту самую настоящую библиотечную функцию А уже потом разобрались Ну хотим мы подсовывать значение или не хотим Вот такая вот волшебная штука Видите Все нечетные рандомы приехали как рандомы А все четные рандомы приехали как 42 Вот Это что касаемо трейсинга таким способом Давайте мы рассмотрим вот такую функцию Которая очень похожа на ту функцию Которую мы Вернее на код который мы в прошлый раз дебажили Вот Но в прошлый раз я его типа из головы достал А в этот раз я его скопипащу из плана прошлой лекции Ну и будем мы его использовать не для дебага Хотя Наверное будет вам полезно пройти его под дебагом Этот код тут интересно Это Очередной пример телепортирования значения переменной Из одного места в другое Очень похоже на тот трюк который мы делали в прошлый раз Ну давайте его сделать Значит Да Значит Александр тут говорит что DLC умеет еще всякие штуки Например он может подгружать библиотеки сам И прямо оттуда Вот Но правда это Уже У нас к сожалению Большая часть наших лекций Она выглядит как Пресловутое впихивание невпихиваемого Вот По каждому из По каждой из тем которые мы в лекциях затрагиваем Реально можно прочесть целый небольшой спецкурс Вот А у нас как бы А сегодня так видите Три инструмента в одну Вот Поэтому мы оставляем DLC на дальнейшее исследование тем кому он понадобится А сами берем вот эту программу Значит Что делает эта программа Эта программа очередной раз Подсовывает какую-то ерунду нам А именно У нас есть локальная переменная Которую мы Нечувствительным образом Меняем В прошлый раз Если вы помните Мы меняли локальную переменную За счет того что мы хакали Стэк Мы ее не Неинциализировали Эту переменную Дальше мы Ее в другой функции Было в прошлый раз В другой функции Расписывали стэк Какими-то значениями А в той функции в которой Она была неинциализирована Она внезапно оказывалась Исциализирована этим значением Сейчас мы поступим Еще хуже Мы возьмем И Сымитируем То что В программировании Называется Побочный эффект Там где его не должно быть Мы возьмем И из функции Ф Изменим Значение локальной переменной И В функции Мэй Смотрите Оно работает Я даже хуже вам скажу Он не просто работает Оно вообще идеально работает Оно вообще идеально работает Надо сказать еще Минус О Телеп Да Оно идеально работает Идеально работает Оно вот так У нас была локальная переменная И Она была равна 20 Мы сходили куда-то К какой-то функции F Где мы что-то такое поделали И теперь она равна 27 Вот это значение Телепорт На самом деле Подобраны Эмпедически И на разных архитектурах Оно будет разное Это у нас тем Прошлое занятие Фактически Мы что сделали Мы влезли В предыдущий В Фрейм Окно вызова Предыдущей функции Да Этот фокус может упасть При наличии оптимизации Спасибо Естественно Если там все заоптимизировать Все будет Ну кстати Вот тут вот он не упал При наличии оптимизации Обратите внимание У меня О0 не стояло Вот А если О3 Может быть и упадет Кстати Ого Упал Ну потому что там Все выровнялось Понятно Да Окей Давайте О0 поставим Чтобы было Было понятно О чем идет речь Да Так вот смотрите Что происходит Если у нас время У нас есть время Можно попробовать Под дебагом Это пройти Да Давайте даже ЦГДБ Как красивый Да Во Во Минус G Забыл Во Шикарно Давайте сюда Вот скажем А Б 16 Да Вот Вот значит Мы дошли До этого самого места И вот мы вошли В функцию ФИ Вошли мы в функцию ФИ Давайте посмотрим Какую у нее Просток трейс Вот Чего? Контакс из мэмори? А как это так? Не в ту сторону? Хорошо Давайте немножко Пройдем вперед Это что ж такое-то? Я так не играю Вот А Не в то место иду Значит Вот у нас Где лежит переменная Эта самая Жиль Давайте попробуем Равняется она 20 Не сюда Вот сюда Вот у нас Весь этот самый стек В котором Лежит фрейм Сейчас я только смотрю Я вперед Его надо смотреть Или назад У меня такое ощущение Что Все правильно Все правильно Значит Вот этот стек Вот это вот Вызов нашей функции Наши функции Вводит Функции Ф Он растет вниз Вот Вверх он растет Да Вот Самый маленький адрес В ту сторону он растет Вот Вот это наше Ж Переменная Вот Где-то здесь Должен лежать адрес Самой функции Вот я боюсь Что вот это он Ну-ка Не вводит А Ф А Вот почему он меня туда не пускал Вот он Этот адрес Вот Сейчас 555 А где от него кусок еще 149 Не вижу Не вижу Ну хорошо А если сказать Main 19D Ну-ка А вот это Вот это Main Адрес Main Кто-то вызвал Main А где 555 149 Я не вижу Надо уметь искать Я вот Разучился Это делать В общем Где-то должен быть Вызовать Самой функции F И ее Фрейм Главная фишка Для нас Следующая Что От нашего Ж От того Фрейма В котором содержатся Параметры Функции F И ее Локальные переменные В предыдущем кадре Находится кадр Функции Main Это та же самая память Это тот же самый стек В ту сторону У нас располагаются Переменные локальные Функции F В эту сторону Функции Main И мы можем Взять И просто Наинтуичить Смещение Относительно Текущего адреса Нашей переменной Ж Оно равно 12 12 в данном случае In звездочкам 12 12 вот таким ячейкам И вот В этом месте Будет лежать Фрейм функции Main В частности Там будет лежать Переменная I Вот она Вот она Значит давайте проверим Это Теперь у нас В А Что у нас там лежит Fe1c Кстати не она Ну да 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 Логично Там Александр как всегда Поправляет меня Со знанием дела Значит Окей А плюс Телепорт Не телепорт Телепорт у нас Не defined А 12 А плюс 12 22c Вот он Адрес А плюс 12 Это адрес 22c И на самом деле Это адрес Вот этого самого Нашего И То есть Мы просто Подобрали Я честно Честно написал Цикл Который Перебирает Все эти телепорты И нашел 12 Мы могли Изучать ABI К нашему Конкретному Процессору Чтобы выяснить Какой размер Фрейма Но вот Даже не изучая Его Я подобрал Такое смещение При котором При котором Мы можем Получить адрес А локальные Переменные В другом фрейме В другой функции Ну и дальше Мы сейчас его захакаем Внезапно Теперь равен 1b Вот То бишь 27 Ну и собственно Все Приехали Такие дела Вот Это Кусочек был Из прошлой лекции Который Почему то Я тогда Не воспроизвел А потому что Мы воспроизводили На другой функции Сейчас мы будем Говорить не про это Сейчас мы будем Говорить А как же нам Черт побери Такую штуку Отловить Потому что Обратите внимание Статический анализ Не дал нам Ничего Полезного Ну такой Дефолтный Статический анализ Наверное бы Какой нибудь Разумный Развеситый Мозговитый Статический анализатор Определил бы Что мы здесь Какую то ерунду Делаем Первый способ Состоит в том Чтобы обмазать Наш Бинарник Специальным кодом Который При обращении К памяти Каждый раз Проверяет Функция Обращается К памяти Которая Как минимум К памяти стека Которая принадлежит Ее фрейму Или не принадлежит Эта хрень Называется Стэк протекшн Она довольно медленная Потому что вы же понимаете Обращение К каждой локальной Переменной Обмазывается Проверкой того В нужный ли Диапазон Адресов Эта переменная Попадает Тем не менее Если мы так сделаем Минус F Стэк протектор Ну на всякий случай Все подряд Что я сделал не так Надо было не так Вот писать А вот так Во Опа Смотрите сюда Ну несмотря Почему здесь 20 Понятно Потому что он просто Не успел туда полезть Вот Произошел стэк смеш То есть Мы Сходили В чужой фрейм И Стэк смеш Это вполне себе Валидная операция Если это отдельно Не проверять Ну как валидная Она в общем Инвалидная конечно Но с точки зрения Программы Так делать можно Хотя на самом деле Нет Вот И функция наша упала Другой способ Это включать Санитайзер Вот тут написано Вот При этом Я пытался разобраться С тем Что в точности происходит Когда вы Адрес санитайзер Включаете Но в общем До конца Это дело не вкурил Но идея стоит в том Что все будет работать нормально Этот костыль Позволит вам Замазать вашу ошибку При работе Стэком Со стэком Не хорошо Но наверное Для продакшн Релизов Когда вы собираетесь Это пускать в продакшн А баги Искать где-то отдельно Может быть это лучше Да Если вы сделаете адрес Примените здесь адрес Санитайзер Вот этот костыль Просто не сработает Ну да Вот Да Значит Ничего не произойдет Но костыль не сработает Более того Стэк протектор Если включить оба Мне кажется Тоже не сработает Проверим Вот То есть Нельзя сказать Что таким способом Вы программу почините Да Но вы С помощью некоторого костыля Санитайзинга Уберете Эту Эту рантайм ошибку Понятное дело Что лучше ее не убрать А отлазить Тем не менее Бывают гораздо более хитрые И Развесистые Методы Испортить себе жизнь Выстрелить себе в ногу Прицеливаться можно Для выстреления себе в ногу Очень тщательно Вот В том то и дело Что ты не упал Понимаете Он куда-то записал В случае Нам повезло В случае санитайзинга Попасть при записи В какое-то Левое место фрейма Все еще во фрейм Возможно При санитайзинге Такой здоровенный фрейм Выделяется Я не знаю Правда Надо почитать Поэтому я говорю Это косты Что можно еще сделать Например Можно перегрузить Вообще Весь механизм Работы с памятью Временно Обмазав его Теми самыми штуками Которыми у нас Его обмазывают Там стек протектор Вот это все Чем это лучше Ничем за исключением Того что таким способом Можно отлаживать Даже программы Которые не собраны Со стек протектором Вот мы соберем Давайте ее обратно Этот телек наш Вот Соберем его обратно И возьмем Специальный инструмент Которых в общем Дофига На самом деле Я возьму Один из самых древних Прямо реально Древний инструмент Он называется Дума Вот Который позволяет Ну Проверить Что происходит Ну давайте Переопределяя Илд при лоде Илд при лоде Вот эти вот Библиотеки То есть Малок Фри Реолог Калок Волок Короче вот Все что работает С памятью Мы лд при лоде Рассматриваем Внимательно И на основании этого Да Давайте попробуем Задумить этот телефон Не работает Ха-ха Хорошо Оставим это на будущее Дума не справляется С этим Она не умеет работать Со стеком Видимо Действительно Там про стек Ничего не было сказано Ладно Ладно Давайте Чем-нибудь другим А Во Давайте мы Лучше возьмем Другой пример Значит этот пример Мы отложим Мы его Волгриндом Потом Поймаем Волгринд Справится Волгринд Ну Все по очереди Есть более простой пример Да ладно При вызове стека Память не демоническая Динамическая А Здесь она не динамическая Короче Все по очереди Давайте простой пример Возьмем Выходы за границу массива Самый обычный Да Вот Самый обычный Пример С выходом за границу массива Значит В этой прекрасной программе Мы молочим 10 элементов А заполняем Их 11 Все просто Вот Ну Опять же Попробуем ее Скомпилировать Со всеми пирожками Я думаю Что пирожки Начнут ругаться Но Что уж поделаешь Войдмейн Пирожки не начали ругаться Хе Так Санитас адрес лишний Войдмейн Че там Рентавизм Ну Ёлки Твои палки Давайте мы это уберем Вот В чем фишка Программа работает абсолютно Безо всяких И абсолютно безо всяких предупреждений Что она делает Она молочит Кстати Тут тоже может быть БРК А нет Малок Но это не важно Еще она не ври Эту память Еще даже не фрит за собой Но это ладно Она молочит 10 элементов А заполняет 11 Как видите Она работает Почему Да фиг его знает Почему Может быть там есть Какой-то свободный инт В этом месте В памяти Может быть Она Размещает ее В таком месте Там В куче Где Дальше находится Тоже память Продолжающая нашему процессу Не важно Важно то Что мы Этим расписыванием Залезаем в какое-то место В памяти Которые по-хорошему Писать не должны Тем не менее Программа на си Не падает Ну потому что Потому что Си такой язык программирования И еще потому что В принципе Это Ну Не запрещено Вот Ну отлаживать это потом Окей Давайте мы вот это Огородим думой Я надеюсь что О Значит Давайте проверим Что это не дума упала А наша программа Вот так Обрабатывается думой Вот если мы здесь Поставим 11 Ну давайте Господи InC Чарль звездочка RGV RGV Да А здесь поставим А здесь поставим А той RGV1 Да Что я А то и нужно Не нужен STD Лип Вот Да нет же Тот же RGC Да А А нузет Ну ладно А нузет Ну что делать RGC у нас Давайте еще раз Задумим Например 8 Или например 12 12 О Смотрите Если мы заказываем Памяти больше Да Чем Заказываем памяти Больше Чем нужно То 11 Элементов Отлично Работает Правда Тут Смотрите Тут Вот Что то Что то там не то Но на самом деле Все будет хорошо Как только мы заказываем Элементов меньше Чем надо Думаю Вы куда то пошли Не туда Вы столько памяти Не заказывали Вот Сам Брюс Перенс Написал Это был Ефенс Еще тогда Назывался Библиотека А потом Видите Ее разные Люди Портируют Вот Да То есть Она просто Переопределяет Обращение к памяти Таким образом Что если вы Ходите Куда то Не туда То Обратите внимание Что она Использует LD Preload Для пользователей Маков Там LD Preload Называется Вот таким Неприличным Словом Вот Видимо Она работает Под маками Тоже Да У нас Осталось Очень мало Времени На очень Большой Инструмент Видимо Это связано С тем Что Я Никак Не смогу Рассказать Про этот Инструмент В полном Объеме Поэтому Мы с вами Сейчас Просто Посмотрим Как это делается С помощью Волгринда Посмотрим Что это Такое Ну а дальше Кому Понадобится Вот есть Ссылки Есть документы И все Остальное Волгринд Это фактически Полный Эмулятор Процессора Точнее Не самого Процессора А именно Его памяти Который Выполняет Вашу Программу Прямо Вот Эмулируя Ее Поэтому Кстати Запуск Под Волгриндом Очень Медленный Всегда Потому что Это фактически На софтваре Эмулейши Поскольку Это полный Эмулятор Всегда Можно Определить Где Что Кто Куда Ходил Какую Память Вызывал Куда Писал Что Заказывал И так Дальше И на этом Основании Развести Всевозможную Логику Которую Собственно Из которой Можно Сделать Вывод Что С памятью Не Там Вот С этим Нашим Примером И с нашим Предыдущим Примером С нашим Телепортом Волгринд Я думаю Справится Шутя О Не Не Справился Ха Ха Ну Вот Ну И Ладно Можно Попробовать Попробовать Ему Поставить Чтобы Он Прям Агрессив Что-то Такое Сейчас 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 Я вспомню А Нет Мы не так Сделаем Мы сейчас Отладим Попытаемся Отладить Этот самый Фолд Тут Ничего О Шикарно Лик Чек Фул Вот Смотрите Не справился Кстати Последний Пайте Пайте Мы вот так Вот сделаем Если ты не справишься Значит Ну значит Ты не про это Не справился Короче Нам нужен инструмент Работы со стеком И только он Стек протектор Нам в руки А Волгринд Нам не в руки Окей А ну потому что Мы с динамической памятью Не работаем Видимо Александр Про это говорит Что Да Мы не работаем С хипом Да Но зато Вот в случае В случае Этого самого Фолда Мы отлично Работаем с хипом Вот И когда мы Пытаемся в него Писать Как видите Еще раз повторяю Так эта программа Работает Вот Когда мы Пытаемся в него Писать Волгринд Отлично Понимает Что мы Пишем Мимо заказанной Памяти Прямо Мимо нее Можно даже Сказать ему Лик чек Фул Он расскажет В каком Конкретном Месте Что происходило Нет То же самое Рассказал В каком Месте Программы Да Он отлично Рассмотрел Те места Где мы Ходим в память И еще Он должен Сказать Что он Должен был Сказать Что мы Назаказали Память А потом Ее потеряли Вот Мы ее Заказали И потеряли Эту память Мы ее Не фрили Правильно Значит Примерно То же Самое Произойдет Если мы Будем В цикле Заказывать И терять Память Да Это Отдельная Отдельная Проблема Отладки Программ Носи Когда Они Что называется Текут Они заказывают Память И не освобождают Ее Теряют Ссылку На нее Вот как Здесь В этой Программе Сделано Видите Мы Заводим Память А потом Еще раз Заводим И кладем В ту же Переменную Старая Память Не освобождается И при этом Оказывается Недоступной Ниоткуп Вот И с этим Тоже справляется Валгринд Хотя Здесь Смотрите Никакого Несанкционированного Доступа К чужому К чужой Памяти Просто нет Если раньше Мы писали В какое-то Место Куда Не должны Были писать То В данном Случа Ошибка Более Хитрая Она состоит В том Что Объем Заказанной Программы Памяти Постоянно Возрастает Пользоваться Мы не Пользуемся Мы даже Не можем Ее освободить К тому Моменту Когда мы Второй Раз Вызвали Этот Маллок Предыдущее Значение П Исчезло И После того Как мы Вызвали Второй Раз И мы Не сможем Не знаем Даже Что Фрить Вот Это В случае Валгринда Сейчас Подумаем Про это Давайте Мы Тоже Значит Минус Минус О 0 Это У нас Был Лик И на этом Видимо Придется Закончить Ну Set But Unused Короче Эти Предупреждения Нас Не устрашат Вот Программа Как обычно Работает Ничего Не говорит Ей Хорошо Но При попытке Я забыл Гриндить Он Говорит Смотрите Дважды Вы Потеряли По память По 40 байтов Вот Из них 20 Вы поймали А 20 Потеряли Ну-ка Как оно там Выглядело Это Лик А ну да Вот они Собственно Три раза Выделялись Да Мы потеряли Дважды Потеряли Дважды Вот блок По 40 байтов Вот он По 20 По 40 А нет Дважды По 20 40 байтов Мы потеряли Когда мы их потеряли Когда первый раз Вызвали этот малок И второй Когда Третий малок Все еще был доступен Мы его тоже не пофрили И поэтому он тоже Слегка такой Подпотерянный Такие вот дела Мы уже выжжали Все наше время Волгринт На самом деле Очень крутая штука Сходите по ссылке Он умеет Не только память искать Он умеет Профилировать Он умеет Смотреть Потребление Кэша Процессорного Он умеет Работать С рейсами Поточными Ну в общем Очень крутая штука Но очень такая Навороченная Сейчас мы попробуем Еще применить Совет Александра Про стэки Про стэки Минус-минус Стэкс Вообще есть такая вещь Это Unwin стэкс Это Немножко другое Во Это Стэкс Нам нужен Стэкс Вот он Отлично То есть вы даже Даже опцию знаете Александр Спасибо Давайте проверим Это у нас Какая была Телепорт Это был Да Ну Что-то он Не захотел Стэкс Есть Вообще А Смотрите Это не его опция Давайте не вдаваться В подробности Это опция Другой Утилиты Которая Называется Массив Вот Минус Тул Массив Ему надо сказать Да Значит Действительно Времени на такую Тему Очень мало Ну Ну Кстати Это Хип Профайлер Нам нужен Стэк Профайлер Короче Не будем Туда Дальше В это Самое В Вдаваться Потому что Время у нас Вышло Повторяю По всем Этим инструментам Можно прям Целый курс Читать Вот Особенно По Волгринду По Волгринду Они даже есть Прямо курсы Домашнее задание У нас Будет Про Две вещи Про Инжекшн Ошибки В код Для тестирования Чтобы проверить Как ваша программа Работает В ситуации Когда Неожиданно Взникает Ошибка Вот И эту ошибку Довольно трудно Создать в реал лайфе Руками Зато легко Сымитировать С помощью Инжекшн С помощью Стрейс И Про ЛД Прилот Будем писать ЛД Прилот Который будет Что-нибудь делать Там Не знаю Защищать Файлы от записи Например Да Ну Короче Вот Это Все Вот Фу У меня Все Я не Обещаю Что В следующий Раз Я буду Рассказывать Про Столь Желаемый Чоми Цимейк Потому Что Не исключено Что Будет Вообще Цимейк А Какой Нибудь Какой Нибудь Мизон Билд Вот А еще Я еще Пока не знаю Может быть Я Отложу Вот Этот Рассказ На После Праздников А в Следующий Раз У нас Будет Допустим Тестирование Чертова Знает У вас Тут Есть У меня Надо подумать Надо Да И все Да Мне кажется Что Нас Сегодня Хватит Всем Спасибо До Свидания В следующий Раз Лекция Будет Будет Ли Она В празднике Не знаю Скорее Всего Нет Хотя Посмотрим На Это Ну В общем Ну Потому Что Ее Не Будет Формально В Расписании Факультета И Я Не Могу Как Б Требовать Чтобы Ее На Не Присутствовали Студенты Собственно Все На Этом Мы С Вами Прощаемся На Неделю Продолжение следует